Правительство отказалось выделять дополнительные 17,5 миллиардов рублей в год на борьбу с вирусом иммунодефицита. Сейчас лечение от государства получают 56% ВИЧ-инфицированных, а благодаря этим средствам могли бы лечиться все. Кроме того, это позволило бы усилить профилактику болезни, и каждый третий россиянин мог бы пройти ежегодный тест на ВИЧ. Как обстоят дела в Уфе и хватает ли денег на лечение, расскажет Алексей Бычаев. Уже более 30 лет вирус иммунодефицита человека пугает умы ученых и заставляет искать способ его победить. Во многих странах заболеваемость ВИЧ и СПИД стала огромной проблемой, в том числе и в России. Уже больны более миллиона человек. В Уфе около 18 тысяч стоят на учете. Это ставит нас в один ряд с африканскими странами, где уровень всегда был высок из-за слабо развитой медицины. В начале исследований заболеваемость связывали с гомосексуальностью. Потом в народе называли СПИД болезнью наркоманов. Но теперь картина совсем другая. Наблюдаем такую тенденцию, что у нас заражаются лица не молодежь, не 15-20 лет. И даже не 20-30 лет в первые. От 30 до 40 лет в этом году у нас выявлена половина ВИЧ инфицированных. Затем 40-50 идет. То есть у нас сейчас среднего возраста люди, которые половым путем заражаются. Очень благополучные, работающие. Во-первых, с ними мало проводится работа. И во-вторых, среди этих лиц, которых мы сейчас выявляем, вот уже в таком зрелом, скажем, возрасте, есть те, которые заразились 10 лет назад. Но в связи с тем, что не наблюдали у себя нарушения здоровья какие-то, да, ухудшения состояния, они просто не обращались к врачам. Выявление болезни – самая главная проблема. Охват людей, которые проходят обследование, всего 24% по России и 20% по республике. Врачи часто устраивают акции, размещая лаборатории для быстрого тестирования в местах, где собираются много людей. Например, в октябре 2016 года такая работала в торговом центре планеты в Уфе. Выявленная на ранних стадиях болезнь легче поддается лечению. Полностью уничтожить вирус не удается, но уменьшить вред можно. То есть мы приближаемся к тому, что ВИЧ-инфицированные люди, получающие антиретровирусную терапию, они живут долго и они живут качественно. Основную долю тестов на ВИЧ делают в центре профилактики, который находится по улице Цурюпы, 86. Оттуда пробы попадают в лабораторию, находящуюся за дверью, со знаком «Осторожно, биологическая опасность». Здесь есть все необходимое оборудование для анализа. Вообще вот эти исследования в республике проводит только наша лаборатория, именно для ВИЧ-инфицированных пациентов. Здесь проводится исследование методом полимеразной реакции на определение количества вируса иммунодефицита человека в крови, первого-второго типа, а также на наличие ДНК-РНК ВИЧ у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мам, а также полимеразная реакция на вирусные гепатиты В и С. Каждый день в эту лабораторию поступает более 300 проб для разных анализов. Их подготовка занимает некоторое время, поэтому точные результаты становятся известны в течение недели. В среднем, в каждый рабочий день, в среднем, мы выявляем 12 впервые выявленных новых пациентов. Антиретровирусную терапию, которая необходима больным, оплачивает государство, но хватает не всем. Ежегодно получает ее около 36% больных в республике Башкортостан. Чтобы лечить всех, кому это необходимо, нужно больше денег в бюджете. В год на одного пациента уходит около 100 тысяч рублей. Стратегия, которую разработало Министерство здравоохранения, предусматривала выделение дополнительных 70 миллиардов рублей до 2020 года. Денег пока выделить невозможно. В Министерстве финансов заявили, что бюджет на три года уже сверстан, и такие траты там не предусмотрены. Профилактика в результате тоже пострадает. 4 миллиарда рублей в год предназначалось в том числе на экспресс-тестирование раннее выявление инфекции и предотвращение ее распространения. Международный опыт борьбы с ВИЧ и СПИД основывается именно на том, чтобы обезопасить людей, входящих в группы риска. Бесплатно раздают презервативы, одноразовые шприцы и ведут просветительскую работу. Ведь предотвратить всегда легче, чем лечить. Алексей Бычаев, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.